Девушки отдыхают В Хакасии подвели итоги единого дня голосования. Как это было, расскажем. А ещё покажем фиолетовую картошку. Здравствуйте, меня зовут Людмила Сергеева, и это «Час Юго-Сибири». В Хакасии прошли выборы. О результатах Анна Янгулова. В Хакасии на дистанционку уходят школьники. Ковид продолжает проникать в классы. Всё в грязи, листья, засохшие непонятно с какого года почки. Как избавиться от брошенной машины и что сломали вандалы в Абакане, мобильная группа покажет. Он твёрдый прям такой, да? Нет, он просто крепкий. Фиолетовый картофель выращивает фермер в Хакасии. Какой он на вкус, распробовал Артём Паснов. В единый день голосования самые интригующие выборы в Хакасии были, пожалуй, в Черногорске. Напомню, кандидаты через суд выкидывали своих конкурентов во время предвыборной гонки. До финала дошло 8 кандидатов. Но сменить власть им не удалось. Анна Янгулова о выборах в городе Угольщиков. Надо музыки, нет. Праздник ведь. Надо музыку. Выборы как праздник. С таким настроением некоторые черногорцы пришли на избирательные участки. Голосование уже второе в пандемию проходит традиционно. На входе термометрия, обработка рук. Если не взял маску и перчатки, есть на участках запасные. Чтобы избиратели пересекались как можно меньше, входы и выходы разделили. Заходят люди через центральные двери избирательного участка, а уходят домой через выход, расположенный наиболее близко к урнам. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Выбирали мэра черногорцы, напомним, из 8 кандидатов. Некоторые из них борьбу начали до урн в суде. Так удалось убрать почти половину своих конкурентов. Я, например, хотела голосовать за Руслана Степаненко. Изначально все мне было вот это. Потом раз, одних выкинули, других выкинули, третьих выкинули. Да ничего не смущает. Все нормально. Оно так и должно быть. Не совсем позитивно, потому что действительно скандальное. И как бы тот кандидат, за которого бы я хотела проголосовать, он, к сожалению, выбыл. Поэтому по остаточному принципу пришлось выбирать. Что касается выбора, то черногорцы проголосовали за стабильность. Под таким лозунгом вел агитационную кампанию действующий глава города угольщиков Василий Белоногов. В третий раз больше всего голосов набрал он. Больше 28% галочек в бюллетенях. Обогнал мэр Черногорска кандидата от КПРФ на 7,5%. Так Евгений Молостов стал вторым. Константин Харисов от ЛДПР почти в конце списка. За него проголосовали 3,5% черногорцев. Отлично. Нарушений нет. Все хорошо. Так оценила наблюдатель от коммунистов голосование в 19-й школе Черногорска. Уже на исходе дня в сеть начала просачиваться информация о нарушениях. Жалоб было 18, начиная с того, что электронные урны считать не умеют, и заканчивая обвинениями во вбросах. Ну вот представьте себе, даже простой ящик, сидит 15 человек. Комиссия 10 человек и столько же наблюдателей. Его наблюдателя спрашиваю, который подписался под эти жалобы. Ну покажите сейчас, как это можно произвести сбой бюллетеней. Он не смог ничего за это сделать. Ответил, нет. Я сказал, что это провокация. Как сказал Юрий Томонин, на каждую жалобу члены ТИКО ответили. Что касается явки, то высказать свое мнение в Черногорске в день голосования решило всего 20% горожан. Как сказали в избиркоме, на прошлые выборы мэра явка была больше. Вновь избранный Василий Белоногов свою победу считает честной. Ну победа законная, реально. Потому что 42 избирательных участка, на 36 избирателей подтвердили, что нужно поддержать кандидата от «Единой России» Белоногова. Василию Белоногову предстоит пройти инаугурацию в третий раз. Дату избирком озвучит позже. Анна Янгулова, Григорий Сараев, Нотабена. Жители Ширинского района проявили на выборах наибольшую активность по сравнению с остальными муниципалитетами. И сменили власть в Шира и Жемчужном. Так главой Ширинского сельсовета выбрали самовыдвиженца Василия Таланова. Он ранее руководил управлением культуры. А в Жемчужном руководить будет мастер котельных и местный депутат. Это не единственные муниципалитеты, где власть сменилась. Что касается тех, кто остался на своих местах, похвастать результатом может глава Калининского сельсовета Иван Сажин. Его результат – 93,25% голосов. Это рекорд. В Аскизе глава также не поменялся, как и в Бельтырском. Общая явка по Хакасии – 25%. Это немного. На прошлых выборах в 2015 году явка была выше на 5%. Подробную информацию избирком обещает дать во вторник. В Саиногорске на карантин закрылась коррекционная школа-интернат номер 8. Там коронавирусом заболели два педагога. Эх медики госпитализировали. Еще один сотрудник ждет анализы. Как пояснила директор школы, у 11 учителей в последние дни была повышенная температура. Поэтому руководство учебного заведения решило перестраховаться, перевести детей на дистанционку. В таком режиме школа проработает две недели, пока никто из учеников не заболел. В Абакане уже ушел на дистанционное обучение один класс в 29-й школе. Эту информацию подтвердил директор. Там заболели родители восьмиклассника. Ковид подтвердился и у ребенка. В итоге все 25 одноклассников отправлены домой на неделю. А теперь о статистике за выходные и понедельник. Заболевших коронавирусом в Хакасии в три раза больше, чем выздоровевших. Подхватили ковид 98 человек, а выздоровел 31 пациент. Из тех, кто болеет, сейчас в тяжелой форме ковид протекает у 26 пациентов. Вдвоенно искусственной вентиляции легких. Весь день в телеграм-каналах массируются слухи, что Виктор Зимин в коме. Нам удалось из собственных источников узнать, что экс-глава Хакасии находится в палате интенсивной терапии в военном госпитале при институте имени Вишневского. А вечером глава Аскийского района Абрек Челтыгмашев написал у себя в соцсетях, что Зимин проходит реабилитацию по восстановлению легких. Что касается соцсетей Виктора Михайловича, то последний пост у себя в инстаграме он опубликовал 1 сентября. К новостям вернемся через пару минут и вот что покажем. Мясо, гарнир, супы вкусные. Бесплатные обеды для младшеклассников. Какие они? Попробовала Анна Янгулова. Я три года здесь живу и три года ходил по такой грязи, по таким неудобствам. Мобильная группа о месте, где появился асфальт. Вандалах и брошенные газели. Ванноцентр. Скоро. Европейская сантехника в Абакане. Улица Чехова, 135. Ванноцентр. Сайт ванноцентр.рф. Когда человек как волк. Когда у него долг. Тогда человек звонит. Звонит в стоп-кредит. Поможем ему и точка, банкротство или рассрочка. Когда долги в стоп-кредит звони. Телефон в Абакане, 313-115. Для тех, кто ценит мощное железо. Для тех, кто привык побеждать. Будь чемпионом. Стругеймерс. Абакан Кирова 112. Второй этаж. Всем Тругеймерс. Третью неделю ученики начальных классов питаются в столовых бесплатно. Это требование президента. Но с введением новшества от родителей уже посыпались жалобы. То меню однообразное, то подача холодная. Чем кормят детей узнала Анна Янгулова и на себе проверила школьное пюре. Очень вкусно. Бывает мясо, гарнир, супы вкусные. Малыши-школьники уплетают свои бесплатные порции. В 9-й школе Черногорска таких счастливчиков 207. Столько ребят учатся в младших классах. Родители говорят, в прошлом году в день платили за питание 67 рублей. То есть за месяц набегала сумма минимум в 1200 рублей. Мы тоже решили проверить, насколько вкусно кормят детей. В школьной столовой сегодня подали картофельное пюре и куриную ножку. Кстати, дети начальной школы по нормам безопасности кушают ложкой. Пробуем. Действительно по-домашнему вкусно. И, кстати, чтобы накормить всю школу картофельным пюре, повара чистят 45 килограммов картошки. Столько картошки чистят, кстати, всего три кухработника. Чтобы накормить целую школу, четыре повара приходят на работу к 6 утра. Дети не особенно любят рыбу, дети не особенно любят каши. Но я думаю, у нас такая тенденция существует, что проходит какой-то месяц, и дети уже с удовольствием едят кашу и едят рыбу, потому что повара наши готовят хорошо. На один обед девятая школа Черногорска тратит 64 рубля. Рацион составляют повара по требованиям санитарных врачей. Почти все деньги на горячие Хакасии дают федералы – 91% финансирования. Так, до конца года республике на 30 тысяч обедов для младших школьников надо 147 миллионов рублей. Анна Янглова, Василий Самоделкин, Нота Бене. Разработать руку с помощью программы, похожей на компьютерную игру. В Республиканском центре реабилитации появилось новое оборудование. С ним пациенты, перенесшие инсульты, инфаркты, травмы позвоночника, смогут быстрее восстановиться. На экране машина, на руке специальная перчатка. Эта комбинация помогает восстановить работу пальцев. Все, что нужно делать пациенту – рукой вести машину по дороге. Для каждого больного аппарат подбирает свою сложность, считывая то, как сейчас работают мышцы и суставы. Вторая новинка – комплекс имитирующей шаги. Он позволит пациентам не пользоваться инвалидной коляской, а научиться ходить после инсульта или травмы. Есть и система подвесов. Работает на антигравитационную разгрузку, что позволяет быстро избавить пациента от боли и восстановить подвижность позвоночника. Новое оборудование позволяет модифицировать двигательные акты сложные, на которые мы раньше тратили очень большое время. Очень большая была нагрузка физическая, в том числе на инструкторов лечебной физкультуры. То в данный момент это оборудование, конечно, эту проблему, во-первых, количество пациентов можно взять больше и быстрее, качественно оказать помощь. Пройти реабилитацию на новом оборудовании могут все жители Хаокасии бесплатно. Для этого сначала нужно получить от своего терапевта направление и с ним идти в регистратуру центра реабилитации. Газель возле центрального рынка, которая больше не ездит по городским дорогам, стала пылесборником и местом, где некоторые личности, видимо, не прочь выпить. А еще в Абакане завелись вандалы. У них руки зачесались на детскую площадку. Об этом и не только расскажет мобильная группа. На дежурство выехала Надежда Савельева. Кошмар. Как все запущено здесь. Бутылки из-под алкоголя и пачки сигарет. Мобильная группа начинает свое дежурство в районе центрального рынка. Здесь люди жалуются на машину заброшенную. Стоит она здесь. Ходят слухи, что уже года три. А то и видно. Посмотрите. Все в грязи. Листья засохшие непонятно с какого года почки. И колеса спущенные уже, наверное, давно. Кто-то из предпринимателей воспользовался удачным расположением газели и прикрепил к ее раме рекламный баннер. Для чего она здесь нужна? Чтобы вот так вот все это было. Чтобы собирались там. Лучше все убрать, конечно. Жители района считают, что газель захламляет автостоянку. Мало того, что в салоне собираются бездомные и распивают спиртные напитки, запах от нее идет неприятный. А под машиной засохшая грязь и мусор, до которого дворникам, видимо, сложно добраться. Надо посмотреть, что с этой машиной. Если там есть номера машины, конечно, будет сделан запрос по выявлению собственника автомобиля. Будет выдано предписание ему убрать, если действительно машина не используется. Да, там номера, кстати, есть. Поэтому я посмотрю, мы проедем, посмотрим, кто там и что там. Потом я смогу вам перезвонить и поединить. Давай, скажи, Филипп. Пошли. Опа. Мы находимся на улице Павших Коммунаров в районе Гавань. Здесь на еще не открывшейся детской площадке уже успели похозяйничать вандалы. Они сломали детский аттракцион-вертолет. Вот, посмотрите, сорвали его, оторвали от основания. Дети его сломали, подростки. Это на ваших глазах было? Нет, но видела, что ломали. Ну, вот эти ребята, которые работали, сказали, что привезут вертолет. Может, они взяли на ремонт? Что-то, может, поломалось или что-то такое? За детские площадки в городе отвечает Архаград. Там пояснили, что такой аттракцион стоит больше 60 тысяч рублей. И отремонтировать его большие затраты, но они лягут на плечи подрядчика, который занимался установкой вертолета. Мы его вернули подряд на организацию. Сейчас ведем переговоры с подрядчиком, чтобы он произвел ремонтную работу и установил на месте. Пока переговоры у нас в тупике. Сопротивляются, говорит, я не обязан вандалам. А тем временем на улице Некрасова полным ходом идет реконструкция. Дорожные рабочие асфальтируют новые парковки в районе новостроек. Вот так выглядит этот процесс. Здесь же неподалеку подрядчик проводит кабельные линии для будущего освещения. Траншиев, которые проходит труба, посыпают гравием и утрамбовывают спецтехникой. Как только поставщик отправит новые фонарные столбы, их начнут устанавливать. Сложно управлять вот такой вот техникой? Она же какая-то непослушная. Она непослушная, но где большой камень, она выкидывает. Ну и это надо сильно, чтобы держать ее. Я три года здесь живу и три года ходил по такой грязи, по таким неудобствам. Так что это пускай. Она видно, как на глазах, все преображается. Это было финальное место нашего дежурства. На этом мобильная группа завершает свою работу. Сегодня для вас работали корреспондент Надежда Савельева, оператор Григорий Сараев. Делитесь своими новостями по номеру 222-700. Пишите на наш сайт cityv7.ru, отправляйте сообщения на Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 923-020-77-00. Территорию возле нового медицинского центра по лечению внебольничных пневмоний, которые в Саиногорске строят русал, облагораживают. В минувшую пятницу металлурги высадили здесь плодовые и декоративные саженцы. Подстригли деревья и убрали территорию. А в самом центре строители уже завершают внутреннюю отделку. Работа идет хорошо. Земля прелесть. Были бы только поменьше камней и побольше чернозема. А так все идеально. Дмитрий Муравьев в городе высаживает не первую яблоню. В прошлом году он вместе с коллегами-металлургами по инициативе рабочего совета предприятия высадили на территории Саиногорской больницы аллею из 80 фруктовых деревьев. Все прижились. Мы металлурги, а также наши семьи и друзья живем в Саиногорске. И создавать вокруг себя комфортные условия – наша общая задача. Поэтому рабочий совет Саиногорского алюминиевого завода регулярно участвует в таких общественно важных инициативах. Сами саженцы – саиногорские медики, которые год покупают на средства грантов «Русала» «Зеленая волна». В этот раз закупили еще 80. Кроме яблонь, цвести у больницы будут розы, калина-бульданеш и сакура. Сейчас засадим тут все поле. Красоту мы ведем. Настроение повышается, когда чего-то доброе делаешь. Металлурги Саиногорского алюминиевого завода в течение многих лет регулярно помогают нам по различным направлениям. Начиная с того, что более 10 лет назад по инициативе основателя компании «Русал Олега Дерипаска» была построена сама Саиногорская больница, а сегодня строится медицинский центр для лечения внебольничных пневмоний. Также с началом пандемии «Русал» дал денег на обустройство дополнительных 20 коек для пациентов с внебольничной пневмонией в легкой форме. Сейчас почти на 2 миллиона рублей ведется ремонт в поликлинике. А несколько лет назад на грантовые средства конкурса «Территория Русала» в Саиногорской больнице открылся центр для реабилитации пациентов после инсультов. В строительство нового современного медицинского центра для лечения внебольничных пневмоний «Русал» инвестирует около 200 миллионов рублей. В нем уже закончились отделочные работы, начинают устанавливать медицинское оборудование и мебель. Отопление в садиках Абакана может появиться 17 сентября. Об этом сообщила мэрия. Что касается тепла в многоквартирниках, то город начал следить за температурой, чтобы теплоэнергетики включили батареи. Среднесуточная температура 5 дней подряд должна быть не выше плюс 8 градусов. Хакасия получит 192 тысячи рублей на выплаты пособия безработным. Их выделит правительство России из резервного фонда. Соответствующий указ накануне подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В среднем жители Хакасии тратят на оплату ЖКХ 2803 рубля в месяц. Это немного публикуют РИА Новости. Они поставили республику на шестое место в своем рейтинге регионов с низким уровнем расходов за коммуналку. Два года житель Саиногорска ездил за рулем с липовыми правами. Документы мужчина купил за 30 тысяч в интернете. Но выходные попался полицейским. Теперь водителю грозит до одного года тюрьмы. Жители Красноярска пугают нашествие от ЛИ. Насекомые проникают в общественный транспорт, оседают на тротуарных плитках, парковках и скамейках. Биологи края успокаивают, говорят, нашествие временное и тля отступит с первыми морозами. В Калифорнии очевидцы засняли огненный торнадо, пишет канал 360. Это последствия лесных пожаров, из-за которых в штате погибло 33 человека. По словам ученых, температура такого смерча достигает 1000 градусов по Цельсию и уничтожает все на своем пути за считанные секунды. А вы ели хоть раз фиолетовую картошку? Нет? А вот наш Артем Паснов, да. В Хакасии есть фермер, который садит фиолетовые пасленовые. Говорит, чтобы вырастить плоды здоровыми, ему приходится буквально жить на своих участках. Он твердый прям такой, да? Нет, он просто крепкий еще. Вот такой он. Вот так вот он выглядит внутри. С тяжестью Михаил Тортыгашев разламывает не свеклу и не редьку. Это картошка. Фиолетовый сорт синельга мужчина выращивает на своих участках по всей Хакасии. Фермер занимается изучением картофеля 14 лет. За это время перепробовал 51 разновидность и остановился на 11 фаворитах. 10 из них обычные и копать их можно с помощью машины. А вот своего цветного лидера Михаил добывает вручную и в особое время. Самое важное, что копаем мы обычно картофель в сухую солнечную погоду. Температура воздуха во время копки должна быть не меньше, чем плюс 8 градусов. Почему? Потому что если температура будет ниже, то от того, что... Допустим, мы вот взяли, вот так вот выкопали целые клубни, постучали их, вот так вот они треснули. А этого фермеру не нужно. Порченный овощ есть можно, но целый он и красивее, и цветную окраску людям не выдает. Мужчина рассказывает, необычный сорт вывели селекционеры Кемеровского института 7 лет назад. И по знакомству продали Михаилу на посадку несколько килограммов. По вкусу фиолетовый картофель мало чем отличается от бесцветных сородичей. Но содержание крахмала в нем меньше на 4-10%. Фермер активно использует его в еду и угощает главных дегустаторов, друзей и гостей. Такой необычный картофель, со слов Михаила, очень вкусно жарить и запекать. На диетологи советуют употреблять его в сыром виде. Например, добавлять салат или делать такую корейскую картошку. Давайте попробуем. Кстати, действительно, очень вкусное блюдо. Артем Паснов, Василий Самоделкин, Нотабена. Пять месяцев без живого зрителя в прошлом. Республиканская филармония начала работать. Свой 32-й сезон артисты открыли в минувшую пятницу. Как прошел и какие планы у филармонии на будущее, смотрите. Симфонический оркестр во главе с Вячеславом Инкижековым. Этого выступления меломаны нашей республики ждали очень сильно. На открытие 32-го сезона Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова полный зал. Конечно, есть свободные кресла, но такая рассадка зрителей – это требование в пандемию. Новый сезон филармония открыла с классической музыки и Ари, из опер в исполнении своих ведущих солистов. Традиционная фольклорная музыка и национальные танцы. Филармония добавила к своему открытию колорита. Такой отдачи зрители рады. На душе праздник, честно говоря. Я очень рада, что к нам возвращается жизнь. Очень люблю этот крошечный зал филармонии. Я с работы сегодня чуть бы даже в отпуск не взяла, если бы не смогла прийти. Потому что я хожу на каждое открытие. Мы соскучились. Да, очень соскучились. Побежали, когда сказали, что пора, что открылись. Кстати, открыться филармонии власти разрешили около двух недель назад. Артисты немедленно взялись за подготовку гала-концерта. Хотели поскорее выйти на сцену. Наверное, такого долгожданного открытия сезона у нас еще не было никогда. Безумно соскучились по нашим зрителям. Мы соскучились по сцене. И сегодня, ну, очень радостный день. Сегодня вот настоящий праздник. Сегодня, наверное, самое настоящее, самое большое открытие сезона филармонии. Потому что перерыв действительно был очень большой. В новый сезон филармония вошла не только долгожданным концертом, но и порадовала зрителей новинкой на сцене. Вместо тканевого задника на сцене красуется огромный светодиодный видеоэкран. Его филармония получила при поддержке правительства Хакасии. В рамках реализации мероприятия «День победы» госпрограммы «Культура республики Хакасия». С новым экраном возможности оформления сцены значительно расширились. Оценить это зрители смогут на предстоящих концертах. 18 и 19 сентября с новой концертной программой выступит Олег Гриценко. Солист филармонии исполнит песни Максима Фадеева и Леонида Агутина, и даже Леди Гаги. 25 и 26 сентября состоится хай-балет «Золотая кукушка». А 27 сентября впервые в столице Хакасии выступит пианист-виртуоз мирового уровня Александр Романовский. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте филармонии или по телефону в Абакане. 35 75 65 Четверо лемуров сбежали из клетки в новосибирском зоопарке. Зверьков привлекли ранетки, которые ели люди. На свободу животные убегают не впервые. Директор зоопарка говорит, хитрые лемуры всегда находят лазейку, чтобы погулять по территории, но потом возвращаются обратно в свой вольер. О погоде на вторник расскажем после информации от генерального спонсора прогноза погоды. Это сеть магазинов «Копейка-рубль бережет». Огромный ассортимент свежемороженной рыбы по выгодным ценам ждет вас в магазине «Копейка-рубль бережет» на Пушкино 19. Аппетитная камбала, мойва, тилапия, ароматный хек и сочная форель. Каждый найдет себе рыбку по вкусу. Ментай – 113 рублей. Терпук розовый – 142 рубля. Горбуша потрошенная с головой. Свежий улов – 228 рублей. «Копейка-рубль бережет». Пушкино – 19. Улететь в Турцию из Красноярска можно будет уже со следующего месяца, с 1 октября. Поскольку международные авиасообщения из столицы края еще закрыты, регулярные рейсы в Стамбул будут через Москву. В Турции стоит 30-градусная жара. Теперь о погоде в Хакасии. В Абакане завтра ночью плюс 2, звездное небо, а утром густой туман. Днем хорошую погоду, обещают синоптики, потеплеет до плюс 19. В Сареногорске, как и в столице, ясно и тепло. Плюс 17 днем, ночью похолодает. Всего 1 градус выше 0. Если вы хотите поделиться с жителями региона своими новостями, рассказать о коммунальной проблеме или же задать вопрос, звоните нам. Номер редакции не изменился – 222 700. Также можете отправлять фото и видео в мессенджеры. До встречи. Пока другие думают и выбирают, кому доверить свои рекламные бюджеты, тысячи компаний уже воспользовались услугами Единой рекламной службы Юг-Сибири. А 80% из них выбирают нас снова и снова. Цифры лучше всяких слов говорят о том, что наша реклама работает. Попробуйте уже сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok